Будьте бдительны. В Саратове участились случаи мошенничества, причем в городе работают не только местные аферисты, но и гастролеры. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник городского управления МВД Андрей Остапович. В этом году на территории областного центра зафиксированы 808 случаев мошенничества, что на 24% больше, чем в прошлом. Несмотря на значительный рост, схемы обмана граждан остались прежними. Зачастую аферисты вымогают деньги через стандартный звонок на городской телефон с сообщением о том, что родственник попал в ДТП. И чтобы закрыть этот вопрос, надо перевести деньги на определенный счет. Телефонные мошенники в поисках потенциальной жертвы обзванивают сотни жителей. Реагируют на их звонки в основном пожилые люди. Объектами этих преступлений все-таки является та категория наших с вами жителей, которые родились как в годы Великой Отечественной войны, перед военное время, в послевоенное время, которые жили и воспитывались и трудились в совершенно другом государстве, где выстраивались отношения, и отношения были на доверии друг к другу, все-таки понимали, что это действительно так. Ну, я думаю, те люди, которые все это совершают, они этим и пользуются. Один из последних случаев мошенничества – обман 86-летнего жителя Красного Кута. Пенсионер отдал злоумышленникам 100 тысяч рублей. Полицейские говорят, пожилой человек стал жертвой аферистов уже во второй раз. До этого мужчина перечислил мошенникам 700 тысяч рублей якобы за оборудование. На этот раз злоумышленники позвонили пенсионеру и пообещали помочь вернуть эти деньги. За эту услугу они попросили 100 тысяч рублей. Предостеречь пенсионера от потери крупной суммы денег пытались сотрудницы банка. Поняв, что их разговоры не подействовали, они вызвали полицию. Но разъяснительные беседы не помогли. Пенсионер снял деньги в другом отделении банка. Жюрики мне их обошли. Жюрики так у меня убедили, надо в эту банку ездить и взять в другой банк. А у нас тут банка уже нет больше. Ну, я в Сараду. Я до Сарады доехал, до Индии доехал, вижу зеркал. Остановись. Стали, я пошел и взял, и снял. У меня племянница есть. Ей дам 100 тысяч. Они вот взяли и покрали меня. Схем, по которым действуют мошенники, сейчас очень много. Это и телефонные звонки, и различные объявления в интернете с просьбой перечислить предоплату за какую-либо покупку или услугу, или махинации с банковскими картами. В связи с этим сотрудники полиции просят жителей города быть бдительными и не перечислять денежные средства непроверенным организациям и людям. И при малейшем подозрении на мошенничество обращаться в полицию. Продолжение следует...